снова приветствую вас на моем канале сегодня мы посмотрим довольно таки интересную модельку для city car driving это acura nsx и так это заднеприводный автомобиль с механической коробкой передач на 5 ступеней 274 лошадиных сил и максимальная мощность двигателя 250 километров в час максимальная скорость установка автоматическая мода то есть мы просто скидываем файлы с модом в папку с игрой и уже не нужно пропить прописывать ничего в player cars нету никаких к нему экстр к этому автомобилю давайте посмотрим сразу по перевозкам к сожалению видим что пассажиров повозить нельзя но можно возить грузы давайте рассмотрим модельку моделька выглядит достаточно привлекательно каких-то зазоров я не наблюдаю здесь интересные такие задние фарки и пощелкаю виды сейчас с капота и вид с нашей пассажирской то есть водительской стороны давайте рассмотрим что у нас мы вот так глубоко находимся не знаю это так задумано но сейчас нам видно всю приборку в принципе мы можем немножко придвинуться до для этого нажимаем numpad и пододвигаемся ну так чтобы у нас зеркало было видно вот так будет наверное оптимально выключаем не забудьте выключить numpad сидение материала не очень я бы сказал такие себе но вот наша приборная панель выглядит замечательно очень четкие детали все хорошо видно кстати я когда придвигался скорее всего видим что не полностью нам видно приборку ну лучше чтобы зеркало было видно так хорошо теперь включаем двигатель слушаем звук включения вот такой звук у нас включение сразу же проверяем поворотники поворотники видим что индикация есть у нас левого поворота а правый поворот у нас видимо прикрыт рулем скорее всего принципе мы это можем проверить опять отодвинувшись да так и есть ну так вот поворотник видно ну блин не хочется ближе пододвигаться ну давайте вот так максимально ставим некоторые проблемы с этим есть немножечко руль смещен конечно так следующее что мы кстати а если еще раз включая поворотник если я пододвинул все так вот и пробую вот при таком при такой позиции у нас все хорошо видно приближаемся дальше максимально все вот в таком положении у нас видны поворотник и правый и левый это очень хорошо выровнял я камеру теперь все отлично видно обзорность не сильно такая хорошая у него так по материалам мы уже прошлись следующее что мы проверяем это дождь пошел у нас дождик на все поверхности он у нас попадает сзади как видим у нас сразу же окно появляется так и теперь включаем дворники пробуем это все стереть дело так как то так странно стирают дворники давайте еще раз посмотрим ну я бы сказал что дворники работают некорректно как мы видим что дворники проходят а потом через некоторое время пропадают капли я такой первый раз встречаю но считаю что это некорректная конечно работа дворников и так давайте теперь включим ночь и выключим дождь мы стоим довольно таки темном месте включаем подсветочку видим что ничего у нас не меняется к сожалению подсветка не реализована у наших я это даже заметил еще до того включал свет довольно таки темно у нас то есть смотрите первый уже не даже не первый первый это дворники второй недостаток это уже по подсветке приборки и думаю если будет сильно солнечное солнце будет попадать на приборка тоже будет плохо видно потому что он они достаточно тусклые наши приборчики теперь давайте найдем нашу попробуем найти нашу машинку так вот так вот мы ее нашли и включаем фарки снежки фарки довольно таки хорошо светят поворотники поворотники вообще сам самые наверно огромные поворотники которые видел в модах сзади тоже достаточно большие а ну-ка стопы и стопы тоже мы видим что даже на нашем мини спойлере якобы тоже такой огромный стоп горит очень интересно так возвращаемся назад на водительское место и включим день немножечко проедемся ну нам нужно потестировать еще тормоза видим что днем хорошо видно наш нашу приборку но к сожалению ночью абсолютная темнота так что смотрите сами лучше ездить днем или вечером максимум потому что ночью вы ничего на приборах не увидите так мы вначале пристегиваемся убираем парковочный кстати звук послушаем парковочного так и включаем вначале заднюю передачу нам нужно сдать назад так плавно у меня не получилось переходим на первую сейчас вы выйдем куда-то напрямую чтобы показать немножечко выглядит она конечно так по спортивному хотя ее технические характеристики не очень-то такие сильны так не знаю даже куда тут ехать я тут впервые ну давайте повернем сюда поворот не включил молодец тут у нас какой-то памятник стоит за год родная так но я в современный район наверное не буду ехать сейчас сделаю такой небольшой кружочек и выйду напрямую так есть у нас прямая да у нас довольно таки большая такая длинная прямая здесь мы и погазуем и так мы на 1 пытаемся разогнаться до сотни и также мы пытаемся оттормозиться посмотрим насколько хороши здесь тормоза поехали очень очень длинный тормозной путь 84 метра это слишком я считаю так вернемся на первую и как мы видели что набор оборотов первая вторая передача очень быстро я еле успевал переключаться а уже третья передача очень такой медленный набор оборотов так принципе мы можем уже выключить двигатель на приборке ничего не меняется никакой подсветки нету и так что мы здесь видели в этом моде неправильная работа у нас дворников некорректно не работают дворники проходят только потом пропадают капли дождя это некрасиво выглядит что по приборке приборка и в целом наш салончик выглядит хорошо но приборка к сожалению лишена подсветки в темное время не суток поздний вечер и ночь у нас приборка будет абсолютно не читаем в автомобиле нету никакого мультимедийного кранчика так что будет очень и очень темно это конечно же минус что касается внешки внешки ну этот этот автомобильчик у меня первый такой в которых такие огромные повороты фары светит нормально и внешка тоже очень даже прикольная но я считаю что минусы все-таки одолевают эти плюсы этого автомобильчика так что смотрите сами днем еще на ней можно покататься и следующее что видно ну на не сразу бросается в глаза но это именно такой косяк такой хороший видим что голова нашего водителя к сожалению пробивает крышу это тоже очень некрасиво смотрится вот такой вот у нас обзорчик получился спасибо что посмотрели его не забудьте подписаться поставить лайк и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok и Продолжение следует...